Эта маленькая амбулатория собрала сегодня вокруг себя почти весь поселок. Люди обеспокоены. Впереди зима. На дворе бушующий вирус. О строительство новой поликлиники взамен тесной амбулатории им дождаться так и не пришлось. Очередь вот отсюда, начиная до колитки, бывает очередь. Одноврач, населения много. И пока скорая помощь приедет, тоже тут надо долго ждать. Придется нам пойти в сепараторную больницу туда ехать. Машины нет у нас. Туда ехать там. А с детьми куда-то туда, в пятую поликлинику туда ехать. Из-за этого при Васильеве тоже, при Амирове тоже, при Агдулла Тупе тоже нам обещали эту поликлинику открыть. Медучреждение было построено около полувека назад. Тогда население Ленинкента не достигало тех внушительных цифр, что есть сегодня. Но за полвека поселок прилично разросся. Теперь здесь почти 40 тысяч жителей. Вместить и обслужить всех практически и физически невозможно. Оказывать всем медицинскую помощь здесь, мягко говоря, сложно. Здание не выдерживает никакой критики. Специалисты центра регулярно делают косметический ремонт. Но отсутствие кабинетов, необходимых врачей, как и отсутствие подобающего санузла, ничем не замаскируешь. Я обращался несколько раз к Салману Дадаеву и Васильеву. Ответ пришел Васильеву. От Васильеву по учету 2019 года, что в 2020 году у нас поселок будет больница. Вот, больница. Но оказалось, что ненормативной документации нет и в следующем году тоже планы не входят. Говорят, до нас очередь не доходит. Что уже о том, очевидно, что народ готов поддержать, мы говорим. То есть пусть хотя бы нормативно-технический документ приступит, пусть начнет. Пусть опирается народ, мы готовы поддержать. 9 тысяч у меня пенсии, я сама каждый месяц 5 тысяч будут сюда давать. И все пенсионеры тоже согласны. Все согласны. Мы сами будем открывать эту поликлинику тоже. Все ответственные структуры про острую необходимость новой поликлиники знают. Ответственные это Минздрав, Минэкономики и Мэрия города. Специально по этому вопросу представители всех ведомств собрались вместе и провели совещание. Как выяснилось, объект не был включен в инвестпрограмму, потому как со стороны местной администрации не был выделен соответствующий нормативным требованиям участок. Мы при формировании инвестиционной программы этот объект не рассматривали, ввиду того, что решение по земельному участку, соответствующему нормативным требованиям для строительства там объекта, на тот момент не было приятно. По словам министра, все готовы к работе и намерены решить застоявшуюся проблему. Но все упирается в землю. Пока не определен участок, строительство начать по закону невозможно. Площадь здания определил Минздрав. Свои требования структура огласила муниципалитету. Будем исходить из того, что 0,4 га требуется территория для размещения там поликлиники. Поликлиники на 200 посещений смелых. Да, 100 посещений в смену детская, 100 посещений в смену взрослая. Она будет охватывать практически все узкие специалисты, в том числе и женские консультации. Сейчас администрация Махачкалы определяется земельным участком. В течение нескольких дней будет проверено его соответствие всем нормам. В администрации города есть земельный участок, который зарезервирован для строительства поликлиники в поселке Ленинкент. Но по нормативам Министерства здравоохранения площадь не хватает этого земельного участка. Сейчас в течение 1-2 дней мы будем рассматривать вариант увеличения площади данного земельного участка под нормативы, которые предъявляет Министерство здравоохранения. Таким образом, заверяет представитель администрации, новая поликлиника в поселке Ленинкент будет построена только в следующем году.